И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору устройства из челленджа. Многие ребята меня на стримах и в предыдущих видеороликах просили, чтобы я записал видеоролик с этим устройством, высказал свою точку зрения по поводу него и сказал, стоит ли его вообще покупать, стоит ли покупать челлендж ради этого устройства. Сегодня мы сыграем одну каточку, сыграем на не совсем стандартном вооружении для Теслы, для Теслы я считаю, что очень круто подходит Паладин, но сегодня мы сыграем с электропушкой на Хантере, постараемся сделать максимально эффективную комбинацию и посмотрим, что из этого всего получится. Ну а после катки я уже скажу, что я думаю по поводу электропушки, вне зависимости, наверное, от того, как она себя покажет, хотя, хотя, может быть, она нас сейчас удивит и покажет в очень и очень хорошей форме. Что касаемо данного устройства, то я могу сказать, что его занерфили до ввода устройств с эффектами. Это устройство было очень сильно актуально и оно с шарика наносило такой же самый урон, как и урон от обычной тычки вашей Теслы. Соответственно, на большом расстоянии вы могли наносить порядка 2000 урона, а не 800 сейчас. То есть сейчас, по сути, у этой Теслы урон стал с шарика в два раза меньше. Ну и в связи с тем, что урон с нее стал в два раза меньше, эффективность ее и возможность уничтожения быстрее противника стала также хуже. Запикивает нас на кунгурчик, в принципе, для Хантера с Теслой неплохая каточка. Можно бы сейчас попробовать все это дело реализовывать. Ну и попутно будем набрасывать парики с электропушки с очень большой скоростью, которые летят и которые потенциально могут наносить неплохой урон. Но, 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 как я уже сказал, этот урон значительно меньше того урона именно в два раза, чем тот урон, который раньше был у этого устройства. Так, меня здесь пушит Хори и Зида. Нет, нормально, мы уходим. Осталось только, чтобы наши тиммейты вернули, и тогда можно будет ставить. Довольно большое количество Тесел попалось против, и это, наверное, даже больше плюс, потому что много вот этих шариков, которые летают по карте. И, ой, сейчас я, конечно, не очень круто открылся. И из-за этого у нас вернули. И за счет этого вы можете наносить урон со своей Теслочке просто по шарикам. И за счет этого дамажить еще больше оппонента. Поэтому здесь, ну и, наверное, всегда это работает в плюс. Плюс для вас, когда против играют Теслы с какими-то замедленными устройствами. Я, давайте, наверное, сброшу здесь флаг. Надеюсь, что какой-то из наших тиммейтов его подберет. Попробую забрать аптечку, но, к сожалению, не успеваю это сделать. Ну и сейчас у меня есть оверка на Хантере, надо постараться вернуть. При том, что там держит флаг Хорек. Хорька мы ваншотаем. За счет того, что у нас есть хороший урон с овердрайва. Ну и здесь есть миночки. Две штуки придется все-таки скушать. Так, ну и выпушиваем. Прожимаем сразу овердрайв. На Тесле, кстати, с Хантером овердрайв неплохо тоже работает. То есть вы прожимаете овердрайв и сразу даете тычку. И с большой вероятностью сразу с одной тычки, с одного тика после овердрайва добиваете оппонента. То есть у вас есть возможность здесь эту комбинацию тоже реализовывать. Так, Хантер у нас пытается увозить. Давайте попробуем панта брать. Ой-ой-ой, сколько мин. Сколько, сколько мин. О, ничего себе, а как он встал? Не понял. Это читы какие-то? А как он встал? Лежал полный минус. И бах, и он встал. Как это работает? Не совсем понятно для меня, как это работает. Как вот так вот может типочек взять и встать в любой моментик. Интересно, интересно. Так, Хори и Зидочка пытаются резать нас, но мы здесь должны доставлять. Это вторая доставка. Уже неплохо. Очень неплохое начало. Если бы мы еще не теряли бы первый, было бы вообще идеально. Ну и так тоже, в принципе, неплохо. Будем стараться сейчас прожимать больше, наверное, левую зону. И уничтожать, пытаться как можно больше противника. Если будет правый рез, то зайдем попробуем ввести. У меня уже 90% овердрайва есть. Справа там были мины, поэтому залетаем через мост. Я не знаю, кстати, кто там мины ставит. Но давай, давай, братанчик. Ну что-то придумай, придумай. Что ты тут стрейфишь? Туда-сюда что-то этот корпус тягает. Пробуем увозить. Если титан, например, сейчас купол прожмет, будет вообще идеально. Да, супер. Дабл даже купол прожимает. Ну, второй. Хорошо, что я сейчас не прожал. Потому что второй бы я не дотянул бы куполочек. Соответственно, лучше так сделать. Сыграть чуть более аккуратно. Не вжать овердрайв. И вот сейчас, например, его прожать. Если это будет нужно. Ой, и шофт прожимает овердрайв. Блин, не успел аптечку прожать. Хотел чуть вниз сразу убежать. Дабы он меня не скушал. Но он меня все равно уничтожил. Хоппер падает в минус. Так, братанчик сразу скидывает флажочек. Красава. У нас пытаются увозить. И мне было бы неплохо... А, нет. Можно и не скидывать, если наши вернут. Попробовать, может быть, самому даже запушить. Не хотел овердрайв прожимать. Хотя, может быть, это ошибка. Может быть, все-таки стоило прожать. Но, ладно. Слил быстро довольно-таки. Вот сейчас... Ну, это подстраховочка была. Чисто подстраховочный овердрайв. На тот момент, если вдруг у него фулл хп, и он прожал бы овердрайв, я бы ему сразу же дал бы свой овер, и, получается, засейвил бы здесь зону. Лучше на доставку потратить овер, чем... Я бы его сейчас не прожал, меня бы слили и флаг бы вернули. Все же я не знал, с какой у него хп. Поэтому это... Ну, предосторожность, наверное, сработала в плюс. Хотя, по итогу, конечно, овердрайв я никоим образом не реализовал. 3-1 видео. В принципе, наверное, неплохо. Можно стараться здесь делать досрочку. 20% овердрайва у меня уже есть. Поэтому, наверное, стоит сейчас чуть-чуть больше поиграть слева. Попытаться покидать как можно больше урончика. Как раз-таки вот эти шарики, которые накидывает противник, от них можно играть. И играть на постоянной основе. Шары у Теслы, к слову, что с электропушкой, что с быстрыми статус-эффектами по типу пробития эмми, очень часто бывает, летят циквозь. И это не удивление для меня. Этот баг присутствует. И это, наверное, еще один факт того, что... Ну, вот эти вот быстрые устройства не являются супер-крутыми прям. Ну, понятное дело, что они лучше, чем устройства с медленными шариками. Мне, по крайней мере, они больше нравятся на всяких агрессивных комбинациях. По типу... По типу паладина, теслочки. Ну, с чем можно еще Теслу прям круто реализовать? Ну, наверное, паладин только, да. То есть, мне на ум приходит. Сейчас, конечно, есть хантер метовый, есть хоппер метовый. Но все равно на паладине реализация ваших овердрайвов выглядит куда аппетитней, куда актуальней. И куда надежней. 7,5 минут до конца катки у нас остается. У меня 80% овердрайва уже есть. Можно попытаться слить еще одного противника. И вот сейчас заходить уже почти под имеющийся овердрайв. Но аптечки у меня нету. ХП тоже довольно мало. Поэтому, наверное, лучше мы здесь прожимать овердрайв уже не будем. Сейчас лучше с еще одного захода попробуем залететь и уже тогда вдарить по оверу. Если у нашего тиммейта еще была бы возможность увезти, было бы вообще идеально. Титан, понятное дело, прожимает. Я бы тоже на его месте, наверное, бы жал. Все-таки у него, ну, неплохой момент, чтобы предотвратить мою атаку. Ну и Титан заходит на увоз. Титан на увоз. Ничего себе. Давайте попробуем отдефать его. И вдруг купол прожмет, можно будет его сразу сбрить. Но не успевает даже его вжать. Если бы успевал, можно было бы его на приемочке поймать. Так. У нас увозит тиммейт. И Титан имеет купол. Жать будет? Нет, не будет. Тварек пытается сразу обрезалову делать. Так. И, наверное, он там вернет. Да? Да. Наверное, я там не успею. Поэтому, если что, попробую просто здесь сыграть. Так. Хотя, в теории, можно было бы даже и овердрайв на него вжимать. И сейвить этот флажочек. Но, благо, наш тиммейт и сам справился. Поэтому, теперь мы сделаем небольшую страховочку. Там меня сливают. Так. И доставку он оформляет. Дроповый овердрайв противник забирает. У Титана есть купол. Ждем, пока Титан прожмет купол. То есть, сейчас Хантера реализация под прожатый куполочек. Где-то там в средней зоне. Я считаю, что это самое лучшее, что можно сделать. Диктатор раздает овердрайв на себя соло. Если, например, он мне сейчас его раздал, было бы неплохо. Было бы даже, я бы сказал, не то, что неплохо. Было бы очень неплохо, если бы он его раздал бы. Так, ну и здесь Титана я, к сожалению, не сливаю. Чуть-чуть резистов от Теслы уже здесь в пятке противник понабирал. Поэтому будет потяжелее. Но, в целом, ну, наверное, что-то среднее у нас пока что на Тесле здесь получается. Титана купол прожимается. И нам сейчас нужно просто сделать вот такую вещь. Застопить всех противников. И постараться быстро добить, пока наш тиммейт пытается увозить. Но он, к сожалению, падает в минус. Я его, кстати, наверное, да, перевернул. И теперь нужно попробовать доставить. Титан ставит куполишку. Мы просто этот купол объезжаем. И доставляем. Немножко рискован, но, в принципе, нормально. Пойдет, пойдет. Аккуратненько. Тихонечная такая доставочка. Без особых проблем мотосов. Так, и еще один флажочек тиммейт увозит. Давайте подстрахуем его, наверное. Давай, давай. Не бойся, не бойся, братанчик. Не бойся. Давайте попробуем тогда вернуть. Раз у нас пытаются увезти. Давайте. Питан улетает по красоте. И у нас уже 6-0. Хорошо. Сольем Хантера. За счет дополнительной тычки. Ну и в целом, да, то есть, электропушка с возможностью шарика на 800 урона. Без ДАшки это 1600. Это мало. Это мало. Это мало. И я к электропушке начал относиться так, что это не то устройство, которое стоит использовать на Тесле. То есть, я считаю, что сейчас из донатных устройств электропушка это может быть даже самое слабое устройство. Даже шарики, которые медленно рикошетят и наносят либо поджог, либо оглушение, они могут смотреться в определенных комбинациях и ситуациях намного-намного интереснее. Электропушка, которая бы наносила бы урон, который был раньше, то есть, в два раза больше, да, то есть, это 3200 по, получается, по без ДАшному и 1600 по ДАшному, да, то есть, 1600 урона с шара. Это был хороший урон. Это был, ну, реальный смысл использовать этот шарик. И в тот момент, когда электропушку еще не занерфили, а занерфили вот эти вот устройства, которые наносили в два раза меньше урона, да, то есть, они наносили такой же урон, как сейчас наносит электропушка. Сейчас эти устройства еще больше занерфили, и они еще в два раза меньше, чем теперешняя уже электропушка наносит урон. То есть, это в четыре раза меньше от того урона, который был раньше. И тогда, да, на фоне того, когда вот эти устройства уже сделали в два раза меньше урон с шара, у этого устройства остался урон прежний, и оно смотрелось круто. Я даже после нерфа Эмми устройства, на котором я уже тогда катал очень много, я перешел на электропушку, начал на ней играть, и было, ну, неплохо, неплохо, да. Она работала. Потом электропушку занерфили, в два раза меньше урона сделали, а этим устройством сделали еще меньше в два раза. Но, в чем отличие электропушки и других устройств, которые наносят статус эффекта? Я говорю сейчас про ускоренные, да, именно шарики. Пробитие, Эмми и подавление. Эти шарики, за счет того, что наносят статус эффект, вне зависимости от того, какой там летит урон, они уже будут лучше, чем электропушка. Эмми, с отключением расходки, да, какой бы ты там урон не наносишь от этого шарика, пофиг какой. У противника, если улетает расходка, ты его за два тика сливаешь, да. Пробитие, так же самое, если у него пробития нету от Эмми, например, у него есть, ты взял, хоп, пробитие. Так же самое, два тика, ты его сливаешь. Подавление, ну, подавление такая вещь, типа, но она не совсем актуальная, то есть я бы акцентировал внимание именно на два этих статус эффекта. И поэтому в моем понимании использование электропушки сейчас, ну, это бред. Это просто бред. То есть, по сути, это один из самых слабых и неактуальных челленджей за последнее время. Да, то есть для меня это вообще просто, ну, типа, фул слабый челлендж, прям фул слабый. Да, то есть у меня здесь есть все, даже краска есть. То есть мне здесь, ну, ничего не надо. Да, то есть если я не хочу, например, получить здесь дополнительный, дополнительную расходку и контейнеры, то я вообще могу забыть. У вас же ситуация может быть такая, что у вас есть все, кроме электропушки, либо там нету скина рельсы. Да. Если вы четко покупаете челлендж ради того, чтобы получить устройство, то это точно не тот вариант, чтобы это делать, потому что устройство очень слабое. Но если вы покупаете ради того, чтобы получить скин лего с рельсы, да, и тогда уже дополнительно получить электропушку, то, ну, в теории можно это сделать, да, если вы там гоняетесь за скинами, если у вас есть в этом смысл, и вы хотите их получить. Поэтому как-то так. Мой вердикт, электропушка не актуальна. И смысл никакой. Просто никакой в ней нет. Я, если беру Теслу, беру ее Эми, ну, изредка беру пробитие, если у противника есть Эми статус эффекты, да, иммунитета. И то лучше тогда уж поменять пушку, взять там, например, фреза с подавой, если у противника есть Эми, и тушить их просто. То есть тоже такой вариант есть. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу электропушки, по поводу челленджа. Напишите свое мнение, как вы вообще считаете, да, то есть сами, да. Согласны вы с моей точки зрения, либо у вас, например, своя точка зрения, вы считаете, что электропушка там метовая, супер. Будет интересно все это дело почитать. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики, ну и также не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. внизу мой личный так, это тактимп, устанавливайте его, поддерживайте меня этим, ну и имеете возможность поучаствовать в розыгрыше, вся информация по розыгрышу есть в описании, переходите, читайте и участвуйте. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.